всем привет продолжение видео прям прибежала вы знаете у меня руки чешутся сегодня была занята весь день вот время обеда не прошли сутки вот такое состояние после обработки орхидеюшек видите как я их разместила одна вторая я взяла кухонный полотенец сложила в два раза достаточно такой плотный слой опрыскала его из опрыскивателя прям вот без растения опрыскала водичкой кухонный полотенчик бумажку вот эту которая очень хорошо впитывает воду и просто разместила вот так сверху растения они у меня простояли меньше суток вот в таком состоянии вчера с вечера они были размещены 1 и 2 бумага подсохла что я сейчас хочу делать для чего это было сделано для того чтобы корневая система та которая находится в достаточно сухом состоянии дальше не продолжала терять влагу все что я дальше делаю я сейчас знаете руки у меня чесались еще и по поводу того чтобы использовать привикур дать его корням сок растения хотел развести в литре воды привикур но потом что-то меня знаете останавливает потому что все-таки меньше суток назад была обработка топазом не знаю я как они два препарата эти конфликтуют или не конфликтуют поэтому лучше выдержать обработку топазом и привикуром где-нибудь недельный срок вот именно обработку тем и другим препаратом интервал между обработками хочу сделать неделю думала разведу корешочки напою нет привет приняла решение ничего этого не делать сейчас вы знаете что с сухими корнями я не работаю я буквально вот в этой водичке вот так вот чуть-чуть орхидеюшки поплюхаю но при этом у меня шейка вот чуть-чуть она у меня намокла я вот чуть-чуть чуть-чуть вот так сейчас поверхностная оболочка корня она возьмет воду и веламену начнет потихонечку отдавать ну сколько одно и второе растение поплюхаю где-нибудь в минутку вот вторая в каком состоянии сейчас находится в принципе вот пока все что я вижу после обработки минотопазом и глубокой зачистки черноты на шеях видео поснимала подробно и конечно же пока все что я вижу мне нравится сразу могу сказать что люди приходят зрители новый на канал и когда они видят мои прежние видео когда я только открыла канал снимала там были очень подробные пересадки сейчас приходят мне комментарии по поводу того что ой как длинно нудно можно было уложиться в 12 минут таким зрителям я могу сказать вы знаете у меня обучающий канал и я делаю именно я считаю и излагаю информацию именно так как я ее вижу для того чтобы мне подробно объяснить и пояснить я делаю такие достаточно содержательные в длительном временном отрезке видео на тяп-ляп я не работаю поэтому давайте определимся сразу тот кто хочет хочет смотреть реальные обучающие видео у меня на канале пожалуйста милости просим кому нужны видео которые ну показывают красоту там растения тоже у себя на канале показываю но у меня они перемежаются естественно с обучающими видим потому что канал он должен существовать чтобы показывать обучать но знакомить с моими методами поэтому знаете кто не готов смотреть мои длинные видео пожалуйста как бы есть другие каналы я никого не насилую не держу вот как-то мне знаете сегодня аж прям неприятно стало когда мне написали что можно было ваше видео уложить в 12 минут ну знаете как хотите смотрите другие каналы где видео выкладывают 10-минутные ролики я делаю глубокие обработки так прошу прощения за отступление от темы помокала я корешочки они сейчас у меня вот так полежат подсохнут тем временем я вам расскажу что я буду делать знаете что я придумала я вам сказала что для этих растений сомнительной шеи я еще не знаю как процесс будет проходить распространяться не распространяться либо я смогла его просто локализовать вот смотрите сильно срезанная шея в каком она сейчас подсушенном состоянии вот здесь мне место вот это не нравилось я его хорошенько хорошенько поработала с ним скальпелем и сейчас вот все хорошо пусть она подсыхает они подсыхают я вам рассказываю временное содержание растений у меня будет вот в таких вот кашпо объем бог его знает какой но тут знаете как нужно смотреть от размера цвет этих лепесточков и наполнять я его буду только наполовину грунтом чтобы у меня орхидея туда вот садилась шейка и листочки фиксировались вот этими стенками горшка на дно я решила насыпать керамзит временное содержание оно будет знаете такое достаточно очень интересное я долго думала сегодня ходила и да и вчера как же мне лучше их разместить чтобы мне не усугубить процесс а наоборот его остановить по возможности ну вот смотрите вот так уровень вот этого вот этой вот этого подиума внутри горшка который здесь тоже самое долго думала и все таки я понимаю что это азиатские орхидеи они очень хорошо знакомы с амхом я сейчас буду делать им временное содержание замочила спагмос вот он здесь у меня шесть пластиночек вот этих маленьких замочила воде сейчас лишнюю влагу буду отжимать и ну обкутывать не обкутывать а знаете как перемежать грунт кора архиата фракции 1218 по моему это до 1218 и вот этот мог я вместе буду все как бы так поэтапно перемешивать послойно можно немножко чуть-чуть побольше керамзитику но это не принципиально так вот надеюсь видно вам все вот так чуть-чуть отодвину дальше у нас подсветку не стала вам ставить думаю увидите уже жалюзи оттянула здесь на лоджии очень вы знаете мне очень хочется получить результат увиденное вчера после обработки шеи глубокой обработки мне меня более чем вдохновила и я сейчас на таком знаете нахожусь эмоциональном подъеме неужели я их спасу потому что картины когда в них показали и я вам их показала но совсем была не обнадеживающей сейчас она более чем но такая с большим процентом вероятности восстановления так вот подсыпала немножко на керамзит архиаты это кора нет у вас архиаты берите любую другую не крупную фракцию среднюю потому что это временная посадка временное содержание так дальше я немножко вот так отжимаю мох буквально чуть-чуть и буду его устилать давайте я буду отжимать керамзит чтобы лишняя вода не уходила туда вниз и вот он прямо становится еле-еле увлажненный хорошо отжимайте и вот так сверху на архиатку я укладываю вот так далее я буду размещать орхидеюшки что я хочу этим добиться вот этот мох он в конец не даст вот такой еле-еле влажненький такой касательно влажненький сильно отжимаю он быстро просохнет за счет того что он контактирует с сухой корой корни в принципе у орхидеюшек ну вот смотрите корневая вот эти вот меня вызывают сомнения цвет у них не очень но наполнится они я вот знаете понимаю достаточно плотная такая ткань у них на поверхности корешков то есть они не мягкие они не гнилые они не попересушены просто немножко вот мне не очень нравится цвет я потом сделаю обработку привикуром при поливе у меня будет через 7 дней как я вам сказала и все будет хорошо вот так вот я располагаю корневой немножко развожу в стороны корешочки орхидеюшки я чуть-чуть хочу поддержать вот так сейчас я возьму палочку чтобы мне кашпо глубокое и я конечно немножко так вот поработаю чуть-чуть палочкой чтобы развести корневую чтобы мне контролировать насколько это будет возможно очередные поливы по цвету корней ориентироваться вот потому что вот видите как она хорошо присела и сейчас я могу ее засыпать поехали в начале я вам говорила послойность да такая перемежающаяся архиаточка мох архиаточка мох совершенно не буду упрессовывать это будет такая воздушное содержание с определенными компонентами грунта которые не позволят орхидей сгноить оставшиеся корни сгнить их и спор чтобы они не испортились и при этом не дать им пересохнуть переувлажниться вот что я хочу добиться вот таким расположением так в серединку она там как-то не заходит но и да бог с ней наоборот у меня там будет такая хорошая подушка внутри корней вот видите она образуется там вот надеюсь видно все второй сейчас также расположить мне нужно будет растение сейчас я в серединку еще чуть-чуть вот буквально вот так встрясывать не буду так дальше отжимаю мох очень сильно отжимаю прям что есть силы и вот так вот его рыхлю 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 располагаю в объем полива как будут проходить сейчас у меня он такой влажноватенький поэтому где-то пару дней пару суток я поливать не буду затем полива у меня будут проходить буду брать обычный механический опрыскиватель и вот так по стеночкам чтобы вода стекала только по стенкам может быть я буду брать свою любимую грушу и по стенкам воду чуть-чуть вот туда в уровень керамзита подливать но при этом будет немножко намокать и мох так вот так видите очень 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 рыхленько очень воздушно получается мох убираю подальше от неблагополучной шеи и в это место я сейчас просто чуть-чуть к шейке подсыплю коры архиаты туда его я знаете хотела сделать как бы расположить его в такой маховой кокон обернуть корешочки но я решила все-таки использовать в перемешку с архиатой с корой все-таки по дня пока мне непонятно состояние корневой системы и я поменять когда-либо что-либо никогда не поздно поэтому смотрите анализируйте наблюдайте за корневой системой вам растение подскажет о том что она хочет от вас получить орхидеюшка так сейчас вот туда немножко еще в серединку все вот такое неплотное набивание мха в таком временном содержании позволит мне не перевлажнить корневую систему видите все мох от шеи я убрала со всех сторон вот так сейчас подсыпаю архиатку прям по серединочке насколько мне это получится вот так все-таки она не позволит тоже сильно пересыхать мху который находится достаточно близко к поверхности горшочка грунта так где где палка то куда и дело то вот она вот так пока шейку вы знаете не буду я вот высоко располагать кору относительно вот этой вот сомнительной шеи которая обрабатывалась топазом может быть мне придется где-то повторно потом кисточкой аккуратно туда пролезть обработать все будет зависеть от того что я буду видеть как будет реагировать растение на ту обработку которая была сделана накануне сейчас еще чуть-чуть и знаете пытаюсь и сообразить сама и вам показать и прокомментировать поэтому вот так все у меня сейчас второе растение по точно такому же принципу будет определено на временное содержание и я вам покажу результат готовый результат который у меня получится в отношении именно двух растений вот такой результат у меня получился после обработки и помещения растения на временное содержание смотрите послойность напоминаю еще раз ну наполнила где-то я вот до середины где-то чуть больше второе растение там все зависело от корневой системы у этого растения она была в немножко побольше керамзит крупной фракции кора послойное расположение мох достаточно большой слой на поверхности и сверху я присыпала архиатой вот место где у меня располагается шейка внутри горшочка там у меня только архиатов даже близко мха нет и вот это место никогда не будет увлажняться то есть вот этот ореол вокруг шеи в районе где-то диаметр диаметра наверное сантиметров трех-четырех вокруг да радиус такой вокруг шеи он не будет намокать никогда проблемная шея будем решать именно вот таким образом поливы как будут проходить здесь то же самое здесь послойность точно такая же вот все корешочки поверхностные прикрыты архиатой мох располагается во внешнем контуре горшочка контактирует с корнями где-то корешочки просматриваются можно увидеть здесь что-то я не наблюдаю а вот есть небольшие есть небольшие но это те которые у меня сомнения вызывают крайне аккуратный полив ведь вот мох настолько отжат он еле-еле влажный поэтому сейчас вот двое суток не поливаю затем у меня будут поливы именно опрыскиванием вот так буду наклонять растение и вот так аккуратненько аккуратненько может быть даже груши водичку подавать чуть-чуть по стенкам стекать чтобы не дай бог у меня капли попали вот на эту шею сейчас такую такого допускать близко нельзя потому что проблемная шея не нам нужно необходимо вот в этот вот достаточно длительный момент восстановления растения когда она будет находиться на восстановлении и когда она мне покажет что она готова расти и развиваться дальше что процесс гниения шеи остановлен но мне нравится мне нравится что нет отечной ткани и что я сделала достаточно глубокую полную зачистку если что-то будет меняться я обязательно вам сниму видео покажу потому что я вам сказала что гарантии давать я не могу никаких все что от меня зависело я сделала ну вот такое у меня видео и так я заканчиваю работу с этими двумя растениями которые попали в трудную жизненную ситуацию у которой 1 2 была гнилая гнилая шея страшная картина конечно вот но к сожалению есть такие моменты иногда растения продаются с такими проявлениями на шее иногда мы не замечаем при покупке такого а потом когда приносим домой снимаем пакет и понимаем что под листом ай-яй-яй беда беда огурчение вот и начинаем действовать поэтому я вам показала подробный способ обработки проблемных растений с такими проявлениями а на сегодня я буду заканчивать все такая деловая деловая как я говорю колбаса буду заканчивать свое видео хочу пожелать вам всего доброго здоровья благополучия увидимся с вами вновь еще более интересных видео разноплановых и по уходу и по красоте и по уюту которые создают орхидеи в наших домах и жилищах всем пока пока